здравствуйте всем большое спасибо спасибо что пришли на эту лекцию которую я прочитаю на следующую тему о использовании науки и достижение естественных наук в процессе анализа предметов искусства на предмет их подлинности и в частности мы поговорим о установлении важного вопроса он основополагающий это так нам атрибуция то есть кто написал эту картину чей руки эта работа и как правило это самый важный вопрос и данный вопрос будет определять ценность данной работы стоит ли эта картина нескольких сотен тысяч долларов или нет и есть непростой вопрос а установить чьей кисти та или иная работа для начала я хотел бы сказать следующее я подойду вот сюда и свой рассказ я начну с того как искусство и знание само представление о знаниях формируется в области искусства я думаю что это очень хороший вопрос который следует учитывать здесь в рамках фестиваля наук вы смогли заслужить множество лекций на разную тему это знание в различной форме и принцип заключается в том что перед вами выступают эксперты ученые и они предоставляют вам точную достоверную информацию и тот факт что вы получаете эти знания это хорошо есть еще более глубокие вопросы как мы определяем что это знание пошли во благо или нет и я донесу на вас проблематику того как мы пытаемся установить характеристики знаний в области искусства и зачастую приходится находить ответы на очень трудные трудный вопрос итак с чего мы начнем проблема знаний ключевой момент для запоминания джованни морелли в области искусства то что я ставил морелли это французское слово кунашер то есть знаток 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 в какой-то области знаний и мы используем в английском языке русском и слова к на все это знаток который эксперт разбирается в сырах в вине в шоколаде вы либо в другой области специалист по вину по продуктам питания и в области искусства мы также используем термин кунашер то есть знаток но когда мы говорим о работе знатока здесь принимается решение кто является автором данного предмета искусства кто его создал это вопрос атрибуции и всегда данный вопрос был актуален на западе в области искусства потому что всегда было множество подделок и много копий репродукции репродукции работу знаменитых художников и иногда забывалось где оригинал а где репродукция копия необходимо было установить разницу между исходным образцом искусства и копией и вот в чем был прорыв чуанни морелли он выработал подход к анализу предметов искусства чтобы установить кто является их автором чем известен морелли из известен он тем что он разработал технику анализа ушной раковины и это было в 19 веке после объединения италии и перед ним была поставлена задача проанализировать предметы искусства принадлежащие к периоду ренессанса самые дорогие самые ценные самые это самый яркий период в европейском искусстве итальянский ренессанс 1400-1600 год рафаэль микеланджело и так далее в чем была проблема тогда авторы не подписывали свои работы подпись на них не было и зачастую копировали предметы искусства после того как учитель изготавливал один предмет искусства его ученик делал копия делали продукция и так происходило на протяжении многих лет и со временем оригиналы исходные предметы искусства и копии перемешались до степени смешения считалось что все работа выполнил рафаэль и микеланджело баттичелли или другой деятель искусства но оказалось что многие из данных работ являются копиями так как же отличить копию от оригинала и наоборот где же моя лазерная указка и так работает указка он смог разработать такую технику вот например подписан баттичелли вот именно так баттичелли пишет ушную раковину кто-нибудь изучал искусство здесь из присутствующих живопись изучал у нас есть художник отлично и как вы знаете что самая сложная задача для художника это отрисовать кисти рук и ушные раковины потому что там много мелких деталей они уникальные у каждого человека и их очень сложно рисовать как в графике так и в живопись вот почему со временем художники разработали свой уникальный образ того как писать кисти и ушные раковины таким образом морейли мог на на основании ушных раковин на работах художников отделить монтене от другого художника и вот он разработал такой подход почему это важно это важно потому что он смог установить что если человек который копирует знаменитую работу баттичелли он будет прикладывать огромное усилие к тому чтобы очень детально проработать очевидные части картины например рот губы мадонны все эти черты будут идеально скопированы но но мелкие детали мир ушные раковины кисти рук художник который выполняет копию он здесь не будет так тщательно проработать данные детали и таким образом вот это явная подпись художника будет утеряна и именно это установил морейли он уделя внимание неочевидному это те моменты которые упускал художник выполняющая копию репродукцию эта техника предполагает уделение самого пристава внимание неочевидным деталям и данный конц техника легла в основу ключевого концепции конца 19 начало 20 века мы все знаем что существуют детективные рассказы есть улика это определенный набор информации который за которым стоит более существенные факты нельзя недооценивать работы морейли все свои заключения он опубликовал таким образом мы знаем кому приписываются работы хранящиеся в крупнейших музеях европы и его заключение многих не порадовали потому что он сказал что работа принадлежат перу кисти другого художника допустим иван 0 это то иван ломалев это эксперт и перевернули все представления в искусстве в европе он он влиял на работу двух медицинских специалистов один психолог работал он в вене зигмунд фрейд был большим поклонником искусства и он читал публикации иван ломалев который пересказал технику джованни морейли и он принял решение что если удалять внимание не самым очевидным деталям мелким деталям и в них мы можем найти улики которые могут позволить нам судить о том кому принадлежит тальная работа и он использовал такую же технику зигмунд фрейд для интерпретирования снов то есть подход к интерпретированию и толкованию снов во многом схож с техникой которая была положена в основу метода морейли для установления настоящего автора то или иной работы еще один врач а еще один медик он писал детективные рассказы новеллы прошлого холмса артур конан дойл и он был вдохновлен вот этим представлением о мелких уликах мелких деталях обрывочных сведениях и на основании этих обрывочных сведений сыщик где вы это выводы и мы данный процесс называем работой знатока эксперта и так было до 20 века и мы вернемся к этому вопросу позже я хотел бы также отметить насколько активно используется наука для генерации знаний карлины и шведский ботаник знаменитый ученый который разобрал свою таксономию теория лин линея то есть царство виды подвида и так далее им европейцы путешествовали по миру и возра привозили растений и они не были уверены что одно и то же растение называется одинаково в различных регионах как нам установить принадлежат ли растения к одному виду он создал свое таксономию с использованием латинских терминов таких как гомосапиенс и такие термины является частью таксономия линнея карлоиннея именно так строится наше представление о мире ключевой смысл в следующем образец типа как известно биологам как в биологии вот пожалуйста здесь фастуга компастерис это вид травы это образец травин который является образцом данного типа данный трассе называется зубровка душистая если это зубровка душистая то она должна выглядеть именно так это образец для любого вида растений или животных где-то в музеях в ботанических садах в архивах должен содержаться один образец одна версия данного вида она находится на хранении в музее или других организациях и таким образом это образец данного вида и все представители данного вида должны соответствовать данному образцу и такая система приводит нас к разговору об искусстве и и первый крупнейший скандал который разразился в области искусства здесь мы поговорим про что у нас также есть образцы в области искусства как правило это те работы которые хранятся в коллекции музеев работа из коллекции музеев они гораздо более и широко известной публике и принцип работы музеев музей заявляет что мы на сто процентов уверены что данная работа принадлежит кисти данного автора мы в этом уверенном это знаем это исходный принцип и нас есть образец контрольный образец мы знаем что если к нам поступает еще одна картина которая возможно придет кисти данного художника мы можем ее сравнить с нашим образцом с нашим эталоном и мы можем сравнить это работа кисти там будут тоже художник или нет можно это эталоном контрольным образцом как не назовите но в любом случае с этим образцом мы можем сравнивать ту работу который поступает к нам в руки и это все работало очень хорошо до того как разразился этот скандал в одном музее в париже амуре называется лувр есть картина леонардо да винчи лабель ферроньер называется так 1 работа до 20 века она была гораздо популярнее эта работа чем монолиза или джоконда данная картина на экране называется прекрасная ферроньера картину украли в 1911 году она стала еще более знаменитой но в 20 веке прекрасная ферроньера была гораздо более знаменитой и появилась и вторая работа в сша в канзасе канзас как какие работы леонардо да винчи могут быть в канзасе возможно привезли из франции возможно солдаты привезли из сша либо солдат у которого отношения с француженкой и на по этому поводу подали в суд это стал у крупнейшим иском на тот момент сша и вопрос в том где подлинная работа леонардо так то хранится в лувре и лувре и либо то который обнаружили сша что стало ясно основной эксперт это товарищ бернард бернсон он был последователем морелли после смерти морелли бернсон получил данный титул ведущего мирового специалиста знатока именно его совета спрашивали американские миллионеры он хорошо разбирался в итальянском ренессансе и искусстве данного периода если бернард бернсон сказал что ли работа леонардо значит это так и есть и в области итальянского искусства эпохи ренессанса это была непредложная истина если эти комментарии звучали из его уст если он сказал что это рафаэль значит рафаэль леонардо значит леонардо по камере это так было для миллионеров и миллиардеров они в это верили и что касается методов по которым работу знатоки оценка форму шнураковины на работе и проработка кисти он говорит о том что у нее шестое чувство шестое чувство которое позволяло ему понять тальт работали другая это отлично работало для миллионеров но в суде с ним гораздо сложнее представьте что есть суд присяжных который состоит из обычных людей из водопроводчиков плотников и людей простой профессии и они могут поставить под сомнение это шестое чувство эксперта в суде в зале суда невозможно доказать что у меня есть шестое чувство что-то не леонардо в суде данный аргумент не будет приемлемым что примечательно в судопроизводстве в конечном итоге никак не считается что работа для найдено в канзасе принадлежала кисти леонардо ее провели за пару миллионов евро страна которая выступала за то что именно работа в канзасе принадлежит к леонардо это было примерно 100 лет тому назад и а в сша уже сто лет назад зародилась технология так называемой художественной криминалистики если вы останетесь в этой аудитории перед вами будет выступать тяга пивоварчик который посвятил свою работу этой области науки а именно художественной криминалистике мы поговорим о тех достижениях науки которые были доступны сто лет назад такие как рентгеновские лучи рентген и еще тогда исследовали начали использовать такие научные инструменты сто лет назад уже существовали микроскопы их увеличивающие способности было достаточно для анализа небольших участков холста и вот аргумент который звучал убедительное для присяжных в зале суда эти научные доводы прозвучали очень убедительно в этой связи я хотел бы вам рассказать о крупнейшем скандале в области подделки предметов искусств это всего лишь был вопрос другой атрибуции работы это одна из крупнейших подделок 20 века это это хан фан мигерен ян вермьер крупнейший художник из голландии и он продал эти работы нацистам и после войны на его подали в суд за то что он давал работы яна вермьера этому человеку угрожала смертная казнь за совершение данного преступления как же он поступил что же он сказал он сказал это не работа вермьера это я их скопировал и все крыда ладно ты прям с ты скопировал этот твои кисти работа вот эта картина на этой фотографии солдаты извлекают данную картину из одной из шахт в австрии работа называется христос и грешница считалось что это тоже работа вермьера ему нравилась эта работа если мы посмотрим на эту работу что мы увидим и вот с чего начался процесс первое что говорят мои ученики например известные работы девушка с жемчужной сережкой и не похоже что эта картина принадлежит вермьера почему а в 30-х годах 20 века считали все что эта работа вермьера ханта мигран как и многие другие люди которые занимались поделками подписывал свои работы своим именем и как часто происходит в случае с людьми которые занимаются поделками они испытывают чувство фрустрации и они хотят отомстить за то что не добились успеха самостоятельно хотят заработать конечно и он начал изготавливать подделки под вермьера это очень похоже на работу я на вермьера он пытался достичь сходства с вермьером и он смог добиться сходства на 99 процентов 99 98 процентов но 2 процента отличались и эксперты всегда могли бы эти два процента отличие и связи о том что это подделка всегда находился эксперт который скажет нет это не полудрена работая на вермьера и вот он создал эту работу которая совсем не похожа на работу вермьер но но он знал кто будет эксперт по вермьеру а это был вот этот товарищ эбрахам бредиус и мой коллега тяга на следующей лекции расскажет подробнее а это как беринсон 20 века беринсон занимался итальянским искусством периода ренессанса тогда как бредиус специализировался на вермьере рембранте и голландских живописцах если абрахам бредиус говорил что эта работа этого художника что именно так это и было он знал что вермьер был католиком вермьер вышел в женился на католичке до 2 19 века вермьер исчез из области искусства и только в конце 19 века произошло повторное открытие вермьера как художника как живописца сейчас порядка тридцати пяти тридцати шести работ принадлежат кисти в яна вермьера и эти работы искали за них сражались и супруга вермьера католичка вероятно что как католик он писал религиозной работы и бредиус и этот автор подделки смог подсунуть эксперту то чего ждал эксперт именно так а специалисты по подделкам и действует они знают как мыслят эксперт и подсовывают экспертам и на то что эксперты ищут он сказал поскольку вермьер католик вероятно он писал и религиозные работы и он подсунул бредиусу религиозную работу на религиозную тему христос в маусе и с учениками и он заявил о том что это величайшая работа вермьера и бредиус принял данную работу вот это стало эталоном и сразу же ортердамский музей в 30-х годах 20 века приобрел данную работу проблема в том что люди которые изготавливают подделки могут создавать такой прецедент фиксируются неверные знания и вот так поступил ван мегера после того как бредиус принял первую работу подтвердил что она является работой бермьера и он после чего подтвердил подлинность и всех других работ вот за что арестовали ванна мегерина нашли документацию о покупке и вот так голландские власти предъявили обвинение вану мегерину в том что он продал подлинные работы нацистам ван мегерин заявил это я написал эти работы это подделки это подделки никто в этом не в это не поверил они не верили что это возможно не верили что он смог написать такие работы чтобы доказать свою невиновность в зале суда в голландии в 1947 году ему пришлось написать еще одну картину христос с учениками чтобы доказать и что именно он написал эти подделки и многие люди не хотели ему верить потому что они положили на пост на карту была поставлена вся их карьера репутация и здесь разработана была одна из технологий художественной криминалистики например из использовали анализ изотопов потому что белый цвет получали из свинца и изотопы в этом свинце принадлежали к другой шахте они свинец это не поступал не из той свинцовой шахты в которой добывался свинец который действительно мог быть использован пермира спасибо тяга мне напомнил была еще одна технология бакелит это предшественник пластмасса изобретен в 30-х годах 20 века и бакелит сейчас можно во многих местах встретить и он добавлял пластик в свои картины пластмасса бакелит что позволяет делать плотном более плотным более сухим был при очень очень простой тест необходимо потереть поверхность а спиртом нагреть иглу на огне проколоть картину да это жестоко нам пришлось так сделать если это это новая работа которая была изготовлена только в прошлом году если это старая картина и 300 лет то иголкой не проколешь это очень простой подход он подмешивал бакелит в свои работы и иголка не могла проколоть данную поверхность таким образом он разработал технологии которые позволяли обмануть данный тест еще один великий автор подделок 20 века эльмир де ори мы изучали его работы я тяга матис пикассо модельяне то есть модернисты итак подделки у него были высококачественные я приведу пример эта книга это всего лишь пример книги вот есть такие вставки видите вставка как мы видим что картинка просто приклеена то есть по сути это отдельный лист бумаги который вклеен на лист этой книги если вы увидите книги посвященную искусству первой половины двадцатого века вот так были все технологии все книги потому что не было таких технологий типографии невозможно было добавить цветные иллюстрации в книги того периода и полиграфе полиграфический процесс состоял из двух процессов сначала печатали сам текст и оставляли пустые страницы после чего вклеивали эти иллюстрации и часто собственники книг извлекали эти иллюстрации и вставили их в рамочку вешали на стенку допустим покуп покупают книгу о французском авторе матисе она выглядела вот так то есть были вот такие вставки с иллюстрациями нашли страницу и девушка с красной шляпе это очень характерно для работы для матиса извлекли эту иллюстрацию альмир написал в стиле матиса ту же работу фотографии распечатали и вернули обратно на свое место таким образом они создали книгу и в мире искусства книги имеют очень большое значение они являются непреложной истины если коллекционеры думают купить работу или нет они знают что это работа матиса настолько известная работа матиса что они написаны в книге вот смотрите вот книга в ней написано про эту работу и коли для коллекционера данный довод является весомым посмотрите вот книга про искусство по искусствоведению и в ней сказано про эту работу вот как можно создавать знаний как можно искажать эти знания когда когда у нас проходила конференция интерпола несколько лет назад касающиеся вопросов подделки предметов искусства там участвовали мы участвовали представители органов охраны права в порядке полицейские из германии из италии и немецкие полицейские рассказали нам о новой технике подделки и новом вольфинге бертраке мастере подделок его поймали пять лет назад он получил трехлетний срок по по обвинению мы кстати вот мой коллега встретил его не так давно он уже освободился очень интересный очень интересный человек он был великим мастером великим художником поэтому мог прекрасно подделывать работы немецких экспрессионистов киркнера макса эрнста всех художников начала двадцатого века принадлежащих немецкой школе он понял что он может создать красивую подделку но задорого ее не продаж нужно сделать что-то еще что нужно сделать нужно создать идею идею истории этого полотна то есть если у этого полотна есть история то есть мы знаем когда она была создана кто его купил где она хранилась и можем проследить эту историю до нахождения полотна в музее вот это считается хорошей историей работы и в истории в мире искусственном очень важно знать эту историю потому что по ней можно определить это оригинал или это подделка если откуда-то вдруг из ниоткуда появляется полотно никакой истории у него нет мы всегда к этому от нас относимся с определенной толикой подозрения белл траки стал создавать вот эту историю он не только писал подделки он сопровождал их фантастически убедительными историями о том откуда эти подделки повеи появились ему пожар помогала его жена дедушка его жены владел фабрикой в германии и и коль скола он был владельцем фабрики он мог быть богат значит он мог собирать предметы искусства он не был коллекционером но они создали вот выдумали эту историю выдумали историю о его коллекции вернер егерс так звали в дедушку жены этого художника они придумали историю о том что этот день этот человек купил у разных дилеров известных дилеров все эти работы немецких экспрессионистов из галереи der штурм из галереи flag time это очень известная галереи того времени которые действительно торговали работами больших художников и он не только писал картины он создавал вот эти документы вместо с ними штампы наклейки на обороте полотна в которых был который свидетельство о том что полотно было в каких-то галереях в нужное время ну это скажем так злой гений вот посмотрите вот его жена элена и когда один из аукционных домов германии сказал но хорошо вашего дедушки была такая коллекция есть фотографии есть фотографии вашего дедушки с предметами коллекции фотографии того времени посмотрите что они сделали они создали такую фотографию на основе старой фотографии на основе старой фотографии сформировали похожий интерьер и старым фотоаппаратом нас сделали фото на старой бумаге сказать посмотрите вот старые фотографии вот это мама хеллен посмотрите как они похожи и аукционный дом немедленно принял эту фотографию как доказательство и то есть они пошли еще сделали еще один шаг в направлении в создании вот этих вот историй и белл траки за заработал огромные деньги на своих на своих работах но потом немецкая полиция их таки поймала и поймала потому что потому что его работы подверглись очень тщательной экспертизе он знал какие использовать краски с проблема возникла вы знаете что если посмотреть на если посмотреть на тюбик с краской там написано кадмиевая краска красная цинковые белила но в этой краске точнее описание не содержит не содержит полного полного химического состава краски потому что это коммерческий секрет производителя краски и поймали белл траки именно потому что он старался использовать нужные краски особенно белила потому что есть только четыре типа белил свинцовые белила которые использовались до 19 века цинковые белила бариевые белил и потому что их изобрели уже после свинцовых белил они не были ядовитыми и в двадцатом веке изобрели титановые белила вот мы всегда смотрим на остатки титана и так он он использовал белила на котором было написано белила цинковые но он не знал что изготовитель краски добавляет туда титан потому что белила получались более высокого качества на тюбике с краской было это не указано и именно присутствие следов титана в краске помогло установить его виновность и давайте теперь поговорим о техниках которыми мы пользуемся в наших лабораториях тяга и я у нас есть лаборатория в нью-йорке мы называем ее лаборатории оценки предметов искусства мы применяем различные техники для того чтобы понять подлинная эта работа или нет и я вам сейчас буду рассказывать о том что мы в нашей лаборатории делаем для того чтобы поработать для того чтобы понять подлинная работа или нет для того чтобы знать кому ее атрибутировать у нас есть целый ряд техник мы используем мы не всегда используем полный спектр нашей методологии начинаем всегда с оценки документов проводим 3d сканирование поверхности как тут например работы работы ван гога очень рельефные работы характерными мазками у нас есть оборудование для просветки полотен вот это пожалуй самый любимый наш прибор флуоресцентная рентгеновская машина то есть мы также проводим молекулярный анализ и спектрологический анализ полотен давайте я вам объясню как все это работает мы в основном мы исследуем предметы живописного искусства начинаем с документ документов мы мы полностью ас мы полностью осматриваем все полотно каждый его квадратный дюйм мы у нас есть очень мощные лампы которые дают эквивалент дневного света под этим мощным освещением полностью осматриваем полотно смотрим на полотно под угловым светом мы стараемся просветить полотно мощными лампами а потом переходим к мультиспектральным отображением то есть это используется использую для этого используется свет с частотой волны на пределе того что может видеть человеческий глаз инфракрасные волны имеют большую длину волны инфракрасные волны довольно полезны в нашем деле потому что они помогают нам увидеть рисунки которые находятся под слоем краски то есть похоже на эти технологию просветки но не совсем то же самое мы мы можем мы можем видеть допустим эскизы под полотном выполнены углем или карандашом и это очень хорошая технология вот кстати как вариант если если у вас есть ультрафиолетовая вспышка вы удивитесь сколько всего можно увидеть в ультрафиолетовом свете когда мы видим когда мы освещаем полотно в ультрафиолетовом свете сразу многое становится ясным видны все доработки как только вы выключаете ультрафиолетовую лампу вы опять видите целый целое полотно перед собой как только включаете ультрафиолетовую лампу вы сразу видите те участки которые были добавлены они выглядят совершенно по-другому выглядят по-другому потому что слои краски по-разному разлагались течением времени то есть новые слои выглядят по-другому чем не так как старые слои и это помогает нам установить степень восстановления степень реставрации этого полотна и понятно что при в реставрированной работе будут какие-то новые фрагменты и после того как мы проанализировали документы проанализировали поверхность полотна под различным светом мы проводим анализ анализ самого полотна вот и для этого мы используем вот это вот флоресцентную световую пушку очень интересный прибор он позволяет похоже на бластер до из строя из космически и стартрека в общем-то и проектировали его специально похожим на на бластер но это не 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 деструктивные или методы не разрушающего исследования не разрушающего контроля через полотно пропускается пропускается узкий луч света под воздействием которого возникает эффект флуоресценции то есть атомы воспринимая энергию от этого луча начинают отталкивать электроны и возникает эффект флуоресценции электроны выходят потом возвращаются обратно но во время флуоресценции каждый химический элемент периодической таблицы менделеева сияет определенным светом и у нас есть детектор который позволяет за счет цвета этой флуоресценции определить присутствие различных элементов краски полотна посмотрите вот например хороший вот хороший пример у нас есть диаграмма цветовая диаграмма и на этой диаграмме мы можем видеть присутствие различных элементов в краске посмотрите железо цинк мышьяк серебро золото и прочее и мы знаем какие элементы там присутствует а дальше мы используем наши знания в области истории искусств то есть мы стараемся посмотреть какими красками писали в то время какие соответствуют какие химические элементы им соответствуют какие не соответствуют так например вот это вот это вот подделка кисти дехоры я уже о нем уже говорил и он часто подделал модельяне модельяне умер очень молодым молодом возрасте в 1920-х годах очень популярный художник теперь и дехори очень часто его подделал вот смотрите титан мы мы взяли образец полотна в каждой из этих точек то есть мы мы оцениваем хим состав в каждой точке и мы видим что в каждой из этих областей есть титан о чем нам это говорит о том что там есть оксид титана или титановые белила сейчас это самая распространенная белая краска ее разработали в начале двадцатого века стала стала продаваться в 1921 году примерно это оксид титана это прекрасные белила прекрасные белила потому что они не ядовиты то есть они точно такие же качественные как свинцовые белила но не обладают не ядовиты вот вся без все белый цвет который весь белый цвет который вы видите на полотнах это титановые белила и для нас это прекрасная возможность выявлять подделки потому что сразу получается видно после вот этого флуоресцентного анализа важно то что модельяне умер в 1920 году а титановые белила появились только в 1921 и здесь мы можем очень четко и быстро сказать что это полотно подделка потому что написано краской в составе которой есть титан и для нас титан оксид титана это самый основной наш союзник еще один метод который мы применяем это спектроскопия то есть наряду с различными микроскопическими исследованиями мы применяем и этот то есть мы берем маль скальпелем отбираем образец краски то есть и смотрим сечение краски опять же зависит от того какая это краска как как она разлагалась как она изменялась в течение времени но мы можем посмотреть на структуру красочного слоя так чтобы понять было ли там было какая-то была ли какая-то подмалевка и римская спектроскопия это он молекулярный анализ то есть флуоресцентный анализ даст нам хим состав а спектроскопический даст даст наличие каких-либо молекул почему это важно потому что основные краски они имеют в своем составе металла хром титан барий свинец так или иначе металлы которые находятся в периодической таблице но есть еще и органические краски органические краски получаются из биологического материала из из животных из насекомых из растений и есть но вы представляете себе структуру органической молекулы молекулы органического вещества сочетание углерода кислорода водорода в разных в разных комбинациях то есть нам нужно найти вот эти вот молекулы и помогает именно спектра спектральный анализ спектроскопический анализ до середины двадцатого века по большей части краски были синтетически органическими то есть там на не это они были созданы из веществ которые были созданы в лабораториях это касается такими красками писали марк ротка джексон полок и нам нужно найти соответствующие молекулы и в составе их полотен и в составе их подделок так чтобы понять какой краской это написано когда у нас есть вся эта информация мы можем уже точно проанализировать и и до из полотно из дать свое заключение то есть можем сказать что это не кисти этого художника либо мы можем сказать что что состав красок которыми написано молотно соответствует тем краскам которыми писал тот художник это не означает что именно пикассо написал это полотно просто она и написано теми красками которыми писали в то время дальше мы подаем это на на анализ искусствоведом они смотрят что стиль похожий и я думаю что в каждом случае с которым мы сталкивались когда мы видим подделку мы на сто процентов уверены что это подделка то есть неважно какого качества эти подделки там всегда остаются следы в том или ином виде и мы эти следы находим мы их распознаем мы понимаем что это подделка ну я думаю что я здесь пожалуй закончу свое выступление хочу вас поблагодарить за участие и готов ответить на ваши вопросы спасибо большое и так спасибо Than4I Question I have is very simple why don't the forgers just have custom-made paint не пользуются специально разработанными красками потому что нельзя получить чистый пигмент чистый цвет мы знаем это по истории ван мига тот которого того кто подделывал вермира он знал что синяя краска она называлась в то время ляпис лазурь или ультрамарин сейчас она называется ультрамарин ляпис лазурь или ультрамарин она делается из геологических геологических материалов так как они по это из может быть нефрита поставляется из афганистана очень дорогая краска и мы знаем что вермир пользовался лап лапис лазурью он покупал его очень богатого торговца красками вензора ньютона и он покупал порошок ляпис лазури проблема в том заключалась что они мололи этот порошок медными валиками медными валиками и медь является не иметь латунь это и а эти валики оставляли следы то есть ляпис лазурь ляпис лазурь которую растирали в обычной ступке не содержала в своем составе цинк но и то есть они старались сделать как бы точно так же как и остальные как и старые художники допустим если они покупали просто пигмент сами растирали его мы смотрели мы смотрели в микроскопе и смотрели как-то странно как ты стану на пикассо не похоже слишком грубо растертая краска то есть можно даже по размеру гранул определить что это такое мы на иногда мы иногда делаем и таким образом то есть там всегда что-то остается всегда остаются следы продолжайте лектор вопрос если хотите еще вопросы благодарим нашего лектора возвращайтесь в четыре часа еще будет лекция тиагу а Спасибо.